Приветствую на площадке, первой площадке создания и развития школы информационных и григотических центров. И разрешите вам представить первую выступающую, которая представит вам презентацию практик создания и развития информационных и григотических центров. Модель сельская школа, малокомплектная школа, победитель регионального конкурса, генерального программа развития образования Наталья Викторовна Головина, ведущая организационно-григотических центров Секновская школа, Казаровский район. Продолжение следует... 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 библиотечного пользования, то есть обучаем, как правильно пользоваться книгами и носителями, как правильно получить информацию в уру. Из того объема информации, что вы там, например, интернет, получить то, что надо, то есть вот все отсортировать. В своей работе для привлечения читателей используем разную форму методы индивидуальной массовой работы, тоже вам все известны, различные викторины, у нас есть библиотечный клуб «Читайка». В прошлом году мы проводили исследовательскую работу с этим клубом «Читайка» на тему «Поладили за тех, кого приручили». Тоже была интересная работа. Кондитент был 5-6-7 классный, но вот маленькая оттуда, маленькая оттуда, в общем, все желающие. Планируем загрузка грандерпа, то есть здесь подразумевается на компьютеры, на планшеты. Мы хотим загрузить самообразовательные программы, какая она загрузится. Ну, чтобы, например, ребенок пришел и во время, например, какую-то его программу получил, как и два банка все прошло. Я сказал, по проверке знаний, а вот в этом у меня есть самообразовательные программы. Всего того, что мы находимся, кто-либо, как и того же Преснодарска или там еще чего-то, у нас не хватает ни времени, ни возможности, ни денег, ни денежных средств. Мы хотим организовать пламя путешествий по различным музеям, странам. В данном случае мы уже сейчас можем предложить, как бы, если кто-то, у нас есть какие-то, в общем-то, и просмотры какие-то, совместные работы с другими контингами. Мы очень интересно сотрудничаем с нашей сельской вибриотекой, проводим различные конкурсы, учтицу, страница вот 7 акций, тоже мы совместно проводим. Проводим совместно объекты на ночь, сразу вот, совместно сельская наша вибриотека. Ну, там, различные викторины, там, памятники, там, и так далее. Сотрудничество с малоконтретными школами, то есть у нас наша сельская школа, нам еще прилегают 11 маленьких таких отделений, где-то мало комплектов, потому что мы с первого, четвертый класс. Они тоже нам, мы в районе литературу класс, как руководительство, художественное, там у себя тоже, как раздается, и читали. Мы работаем с библиотекой электронной электрошколы. На данный момент у нас зарегистрировано всего 58 учащихся, выдало 36 книг, из них 20 фундового удача. Конечно, не надо. И планируем, чтобы у нас районная библиотека, районная, школьная библиотека по всему району, как бы, приняло участие, но на данный момент соглашение мы тут разрабатываем. Еще мы как бы разработаны, но две планы. Работа по облиминальной информационной культуре учащихся. Мы проводим библиотечные уроки по информационной грамотности. По образовательной программе, по образовательной программе, расходную информационную грамотность. Автор, состоятель, антибол. Мы делаем библиотеки по образовательной статье, память, рекомендательные списки для любого младшего, школьного, среднего. Ведем систематический, аукраинный постковый, обязательно. Также у нас есть картотека кровеческая, картотека фону учебников, картотека брошюр, диск. Как обычно, мы будем делать это. Формирование фонда. Свой фонд мы формируем не только за счет спонсора, но и проводим различные акции. Исследовательские работы учащихся, мы выполняем нашу исследовательскую работу. Учащиеся, мы выполняем разные темы. И по новоедной темам, дети сами проводят исследования, свое воспоминание, как правильно сказать, рисовый дедов там брать, они все исследуют, все это правда и делается. Папки накопители сами создают. Это литературная сборная, где у нас ведется литературный пункт, где дети у нас, например, часть детей, ну, разве, у них это пиротом, скажем, сочиняют стихи, произведения пишут, там, рассказики небольшие, а другая, ну, рисуют хорошо, ну, как бы, все совместно, несмотря на такие сборы наши местные, школьные, рукописные, да? Нет, все у нас, как бы, все там печатается. Ну, конечно, у нас нет такой программы, чтобы конкретно уже, как бы, прошутка, да, это все было, с книгами, русские, когда я извиняюсь за вражение, чириками все вот так набирают, очень много людей. И мы думаем, что очень непогодно. Планируем умедлить кросс-боргин. Это литературная акция подойдет. Ну, для того, конечно, чтобы пользователям было удобно пользоваться нашими ресурсами информационного центра, так мы планируем не только наши мероприятия проводить, но и чтобы уроки проводили, и круглые столы, и конференц-зал, чтобы у нас собирались, как бы, из всего района нашей библиотеки какие-то, может быть, методические работы учителя. И чтобы, как сказали, не возникало таких хорст-мажорных ситуаций, мы будем отбирать заявку. То есть любой желающий образователь, учащий участник образовательного процесса, он пишет свою фамилию, должность и, что бы хотел, на какое время, дату, что бы хотел подать. Ну, способ нашей ресурсии. Будет удобно, что пишут, например, с 9 до 10, я продолжу какой-то, если нужно, подбираем, подбираем, тем самым, если у нас используется, как бы, ресурсы. Чтобы вот, теперь, укладок не возникало. Ну, и для того, конечно, что руководство, нужна позвольная среда. Нужен современный дизайн. Конечно, у нас библиотеки очень-то старенькая, не могу, наверное, думать, как попалиться. Но, тем не менее, мы планируем делать. Вот здесь у нас фойер. Сейчас вот фойер такой мы не видим. Планируем перед входом библиотеки уже создать как бы зону, где видишь, что ему свободно сидеть, выйти со своих планширов, телефонов, интернет. Там тоже библиотеки, например, по-казку, по-насу, по-читаю. Ну, или просто антрону. Можете, что-то по-читаю. Так как у нас тоже библиотека состоит из двух залов, где один зал у нас будет сейчас оборудован уже под столом, перед залом, там заедут боею, перед наук, и все. И один зал мы хотим сделать здесь нижний уголок, нижняя карусель для маленьких наших читателей, для печальной школы, чтобы, как бы, скажем, не мешали там. Чтобы они пришли вот здесь, а там уже идет свое. То есть, если идет урок, значит, чтобы они там не мешали. И вот здесь, как бы, арт, как, сделать для них снова, после Нового года, как бы, для них заражены. Ну, и хотим тоже сделать, чтобы мы будем большой урок для прослушивания аудио-видео, снимания аудио-записи, потому что это соответственность. Таким образом, создание в школе нашего информационного центра позволит обеспечить учащихся, учтений, родителей качественными условиями, повысить уровень гипотечного обслуживания. Ну, и таким образом, наш информационный центр ставит, как бы, центральный звенок, что ли, в информационные средневные школы. Я все подвисла. Есть ли вопросы? Некорректы. А сколько у вас в вечере в школе? Почти 700 человек. 6 вечера в вечере, если вместе с молодым предприятиями. А конкретно в вашем канале? У нас 500, 500, 500, 500, 70. Барбат? Нет, на сколько? Скажите, а начинали, когда вы переставили с информационным врачечный центр, по значению вас, какого было изначально в вашем предприятии? Что у вас было? У нас было три моноблука, компьютер, моноблук, принтер. А сколько у вас в вашем предприятии? Ну, на залу буквально, на домашних. Где-то, 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 где-то. Что-то, что в этих залах вы будете теперь репутать? В этих залах вы будете репутать, что я не знаю. И новая мебель будет, и новые стеллажи будут. Как мы приняли для детского баллока, там будет соответствующая стеллажинка. Ну, вот заложили деньги, закладывали деньги, снова должен дружить в ресторан. Скажите, а что вы принимаете под электронным каталогом? Там все собрано, все книги, весь фонд, плюс наши, все исследования. Особенно так, я могу бумажечную реализовать и положить. Ну, так, я тоже поиск, как бы выиспала по тематике, поиск. Какими средствами, в каком формате, с каким доступом? Вообще, у вас есть марка Скуэль, она как бы старенькая, там лишняя. Хотя хотят люди закупить, ну не знаю, в программу саму, хотят надеть на складку. А что значит хотят закупить? Вот деньги будут, это же тоже ремешка нужна. Закладываете деньги или нет? Нет, есть директор. Вы закладываете деньги? Вы тут сейчас говорите, что вы сейчас будете делать ремонт, что вы будете новую мебель стоять, что это соброшено у вас. А проекты соброшены? Закладывают. Вот сейчас в декабре месяц, они же финансовые годы. Они в конце декабря закладывают все финансовые. Следующий учебный финансовый год. Да, если еще раз. Когда за проекты дали за это деньги? Да, мы будем деньги давать. Мы дали во всему отборку, а после получать. Скажите, что вы сейчас получили вот это обороты ремонта? И вы сейчас говорите, что вот вы будете там на сайте доставлять вот то, то вы там будете вот это делать. А что вы сейчас делаете сейчас-то? Вот я зашел, никаких следов на сайте школы про ваш центр вообще нет. С родителями как вы работаете? У нас свой сад. А указываете в школьный? В отчетах указываете в школьный? Где можно посмотреть, что вы делаете? В отчетах указываете в школьный? Хорошо, я сейчас ухожу с вами. А вот если идет, да? Какую вы хотели бы иметь программу, чтобы дети делали? Для версток. Я не знаю, как она называется. Они всегда были в технике таких вот. Но есть специальная программа для версток. А тут есть хороший мультик, в котором, помните, зайчик бегает и прыгает в границу. Я так люблю конфеты. Ну ни разу их не ел. Но вы хотя бы назвали это лучше, возможности выничтите. Хотя бы нам к этому надо стремиться. Но вот то, что вы говорите, вот это... Скажите, вот вы вам сейчас много раз сказали, что вы желаете. Вот как это подтверждено? У нас же это и наша программа. А? Вот как это подтверждено? Это программами, поддержкой, финансированием, актуанами. Ведь нужно как... Я говорю, что вся мебель, она уже стыдится нужна. На следующий учебный, да? На следующий, она уже быстрее. Вот уже тоже время надо. Люди годами создают информационный центр. И за 3-4 месяца они возможно его создать. Качественно, нормально. Не так, чтобы в попыхах. Ну поэтому открытие откладываем. Чтобы он вот это стою, извините, не показывать. Ну стыдно. Скажите, а вы... С внутренней школы нет. Как вы хотите? С подаемыми или вообще, когда степень мы хотели? С любыми. Конечно. У нас металлисты не очень работают. Мы работаем, когда нужно, как и свой. Серьезно. А что нам мешает? Ну вот, мне нельзя этого не нужна для того, чтобы работать. Задимой школы лучше. Понимаете, у нас расстояние у нас большое. Если я буду созвать всех, то что на чем они приедут? У каждого чистотого транспорта нет. У нас вот там установка не будет. Есть. Есть сеть. Есть сеть. Интернет. Есть сеть. Интернет. На каждом отделении. И со всеми работаете? Вы понимаете, я не хочу, конечно, перерекаться, но в селе и городе это совсем разные вещи. У нас бывают недели этот интернет. Понимаете? Целая неделя. Вот серьезно вообще. Ну раз даже нет интернета, а что нужно отправлять? Бежишь домой отправлять. А как? Вы знаете, я в таких случаях, вот когда мне директора спрашивают, я там все время принимал участие в том, ну, был в межлижномственной группе комиссии, которая организовывала подключение школы к интернету. Вот, ну, там, подключили, плохо-неплохо, там, как-как-то сделали, я считаю, что школы оборонили, в конце концов. Ну, теперь подключили, теперь директор каждый месяц платит за интернет. И приходит ко мне и жалуется, говорит, подскажите, что мне делать? Я говорю, я поначалу, как бы так, выписываю, какие проблемы, интернет пропадает. Я говорю, ты деньги платишь? Хлочу, исправно плачу. Я говорю, тебя в тюрьму надо сажать? Что тебе делать? Иди в прокуратуру, пиши заявление, что вот так и так, что тебя нужно посадить. Вот, больше, чем уверить, у директора дома интернет работает идеально, исправно. А в школе он платит государственные деньги, и у него не работает по неделям. Ну, тоже же, надо поставлять компании. А? Где-то компания будет поставить, поставить. Вот я думаю, что... Где-то кого-то оторвало, а они не могут выйти. Подождите, вот Туру у него работает, у директора, а в школе не работает. На все, у вас в основном, в директора не работает. На все, где и дома не работает. Кстати, у нас, кстати, тоже сталкивает. В директора есть директора, и чтобы информационный центр не сравнивать директора и сельского школы. Директора и сельского школы, городской. Здесь больше. У нас есть школа, которая только будет служить, чтобы отправить и четвертые отчеты. Ну, я это так, в последнее время отправляла и передала на дно ПФГ, чтобы успеть до четвертых школ. То есть дома у вас работает? Дома, да. А в школе-то нет? Ну, даже нет. Так я же про это и говорю. Что, директора надо подсудить давать? Зачем подсудить? Да потому, что он уже создательные деньги, хватит за пусто работы, нет. Так они работают. Вот дома же вы не будете платить денежки, если у вас не будет что-то работать. А в школе вы будете платить? Да. В этом вы перечислили денег задерживаются. Очень хорошо. По месяцу не перечислили. Так это оплатить не может даже, за интернет. Причем в интернет он не так хорошо работает, когда интернет нету. Спасибо большое. Спасибо. Напишите, кстати, следующее, Ваше парень Васильевна Допола, библиотека-педагог, Болу-Кулечовская, СОЖ, Сушенского района. Дорогие коллеги, я педагог, Библиотека-педагог, Болу-Кулечовская, Сушенский район, Наш Своярский край. Но в отличие от выступающего, я хочу вам представить первые шаги реализации своего проекта по перерождению, скажем так, школы, библиотеки, информационно-библиотечный центр. И я решила не заглядывать далеко вперед и представить ближайшие перспективы, что у меня планируется сделать сейчас, в ближайшее время. Ну, во-первых, хочу сказать, что в конкурсах я участвую не первый раз, и каждое свое участие, даже не просто победу, а именно участие, рассматриваю как возможность переосмыслить свою профессиональную деятельность, получить новые знания, которые можно потом будет использовать в своей профессиональной деятельности.